Привести дом и душу в порядок, закончить все начатые дела, отказаться от мясных продуктов, рыбы, яиц и молочного. Начались самые строгие дни перед Великой Пасхой. В Страстную неделю, или, как говорят христиане, Страстную Седмицу вспоминают последние дни земной жизни Спасителя, его муки, страдания, распятия, смерть и погребения. Считается, что молитвы в этот период обретают особую силу. Страстная Седмица, она тоже носит такой постный характер. И Великий Четверков, конечно же, все православные христиане стараются обязательно причаститься. Потом будет Пятница Великая, не будет служиться во время ее литургия. Там царские часы, вынос плащаницы, погребение плащаницы, Великая Суббота, это День Покоя. И, безусловно, Пасха. Торжество из торжеств и праздника в праздник. Слово «страсть» в церковно-славянском языке означает «страдание», поэтому неделю и называют «страстной», а все ее дни – великими. Каждый из них у верующих посвящен евангельскому событию и определенному делу. В понедельник – уборки и чтению молитв. Во вторник лучше всего привести вещи в порядок – постирать, погладить, разобрать. В середине недели желательно посетить церковь и подготовить все для праздничного стола. В четверг начинаются приготовления к Пасхе. Вода в этот день приносит очищение от грехов, поэтому этот четверг и называют чистым. В пятницу нужно посвятить день воспоминаниям о страстях Христовых и усиленно молиться. В субботу желательно рано встать и готовить угощения на Пасху, а в воскресенье – день службы, которая начинается в полночь. Православные верующие идут в храм на богослужение. Время такое перед торжеством Пасхи особенное. Поэтому по возможности, кто имеет неравнодушное сердце и кто расположен к вере, безусловно, ему нужно жить жизнью церковью, все это пройти, воспоминания этих дней Христа Спасителя до воскресения. Это очень важно для души, я считаю. Многие горожане признаются, строгих ограничений страстной недели в еде и в быту не придерживаются. Однако стараются соблюдать главные каноны жизни. Пасхи заключается в добрых делах, в чистых намерениях, в каких-то, наверное, надеждах, может быть. И должны быть силы это все исполнить. И, по крайней мере, в этом и заключается. Я считаю, предпасхальная неделя особенно. Какие-то должны быть у людей чистые замыслы, помыслы и их исполнение. Надо сначала в голове что-то изменить, а потом уже и соблюдать пост. Не привык к этому. Я всю жизнь работал в морях, и там никакие посты ничего не соблюдали. И привык уже без поста ходить. Чтобы заставить себя чем-то, чем-то воздержаться от чего-то. Иногда это, конечно, нужно. Заставить себя, чтобы ограничить себя в чем-то. И все, в принципе. Но, как бы, обычно больше всего соблазнов больше всего. Дата Светлого Христового Воскресения в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю. В этом году праздник Светлой Пасхи встретят рано, 16 апреля. Интересно, что в 2016-м ее празднование выпало на Первомай, когда многие россияне отмечали День всех трудящихся. Традиционный церковный крестный ход в честь главного православного праздника – Пасхи – начнется 16 апреля в 12 часов здесь, на Покровском парке, и закончится у центральной площади города. Анна Бережная, Александра Сергеева, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.